здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами готовим мастику из маршмеллоу на моем канале уже есть два видео о мастике там мастика на желатине и мастика молочная на сгущенном молоке ссылочка вверху переходите там очень полезные подробные видео каждая мастика используется для разного вида декора сегодня мы готовим мастику для обтяжки также ей можно делать вот такой вот декор пожалуйста подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх обязательно нажимайте колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео и приступим к приготовлению нам нужно маршмеллоу сахарная пудра обязательно мелкая кукурузный крахмал также я беру лимонную кислоту растительное масло и воду растительное масло можно заменить сливочным маслом но в принципе иногда дает желтизну если вам нужна белая мастика сейчас я развожу лимонную кислоту водичка нам понадобится две-три ложечки водички лимонная кислота в этом рецепте нам нужно для того чтобы мастика была вкусно она будет вот такая кисло-сладенькая как конфетка как зефир вкусный потому что многие выбрасывают мастику потому что она невкусная пожалуйста также хочу обратить ваше внимание что я также буду в этом видео делать рецепт цветной мастики поэтому обязательно смотрите видео полностью там будет рецепт цветной мастики и обязательно дождитесь окончания видео там будет разрез мастики я буду с ней работать также к маршмеллоу мы добавили растительное масло растительного масла нам нужно 30 грамм но учтите что вам нужно будет растительное масло при вымешивании мастики поэтому как бы его понадобится больше 30 грамм именно в маршмеллоу перед тем как растопить в микроволновке и так маршмеллоу мы добавили лимонную кислоту разведенную водичка также к маршмеллоу мы добавили растительное масло или сливочное масло без разницы что у вас есть и отправляем в микроволновку минутки на 2 чтобы у вас хорошо мормышечки ваши поднялись они хорошо набухают вы видите какой они должны быть консистенции они хорошо должны размешиваться я сначала это все размешиваю ложечкой и объединяю далее добавляю сахарную пудру обязательное условие хорошие качественные мастики это очень мелкая сахарная пудра если у вас сахарная вот когда вы возьмете сахарную пудру перетираете между пальцами у вас чувствуются крупинки сахара то и в мастике будет чувствоваться вот эта крупинка сахара мастика не будет соль однородной и гладкой поэтому учтите мастика обязательно должна быть гладкой и это зависит напрямую от сахарной пудры сахарная пудра должна быть очень мелкая далее под сахарной пудре к маршмеллоу мы добавляем крахмал крахмал я использую кукурузный вы можете также брать картофельный крахмал в принципе на вкус это никак не влияет я работаю в кондитерском вот деле только с кукурузным крахмалом не так удобнее далее сейчас мастику будем вымешивать на столе вот у меня в такой маленькой пиалочки есть растительное масло именно с помощью растительного масла я буду смазывать руки для того чтобы мастика не так прилипала к рукам и буду вот растительное масло использовать во время вымешивания мастики что хочу сказать эту мастику также можно абсолютно свободно легко замешать в комбайне миксером с насадкой для теста в принципе без разницы я вам показываю вот именно то как можно сделать руками без всяких вот таких кондитерских специальных принадлежностей обычные ингредиенты которые доступны есть у каждого дома и ваши руки и мой рецепт и у вас получится очень хорошая мастика для обтяжки тортов с которой очень удобно работать также вы видели мой торт с пепой также дальнейшие мои видео будут именно несколько видео у меня будет на тему этого торта в следующем видео я буду показывать декор торта вот этого пепа двухъярусного и потом еще сделаю видео как я буду делать фигурки на этот торт поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал следите за моими видео и не пропускайте они очень полезны и всегда доступны и понятны вот я сейчас показываю процесс замешивания мастики опять же повторюсь кому не интересно включите быстрый режим просмотра или же просто перемотайте вся вот эта сахарная пудра и весь крахмал должны у вас вмешаться в вашу мастику если у вас будет мастика прилипать чуть-чуть к рукам смазывайте руки растительным маслом или же сливочным маслом смотря с каким вы работаете и все у вас хорошо вы мешается хочу отметить то что на сливочном масле мастика будет чуть-чуть вкуснее потому как ему сливочное масло имеет вкус такой сливочный приятный поэтому если хотите можете использовать сливочное масло но повторюсь если вам нужна такая белая мастика то в принципе может давать желтоватый оттенок крашу мне нужна мастика синего цвета красить я буду красителем top decor синий обычный краситель гелевый можете взять можете взять который водорастворимый просто развести вот прям совсем совсем чуть-чуть взять спиртом или водички водки и развести краситель и вот добавить к мастике далее продолжается все вот тоже самое мы мастику замешали белую если вам нужна белая мастика можете оставлять уже так если вам нужна цветная мастика пока вот у вас вот это такой замес теплый от нагретого маршмеллоу пока мягкая мастика то вам сейчас будет удобно вмешать как раз цвет чтобы не было разводов поэтому вот такой красивый однородный цвет у меня получился синий и абсолютно а вот вы видели я использовала всего лишь 2 2 капельки красителя и у меня получился красивый синий цвет что хочу отметить пожалуйста не добавляйте много красителя в мастику при замесе вот когда вы замешиваете мастику не надо ее сразу делать такой насыщенного цвета то есть много красителя влияют на текстуру мастики у вас мастика получается очень такого не очень непослушно она будет рваться она не будет иметь это эластичности которую должна иметь у меня уже проверено не на одном торте что если вот мне нужен какой-то интенсивный цвет и я все-таки пытаюсь выкрасить домашнюю мастику в яркий интенсивный цвет потом работать с этой мастикой очень сложно нежные цвета прекрасно окрашиваются прекрасно ложатся красители водорастворимый гелевые растут гелевые красители водорастворимые красители далее вот мы мастику сформировали вы мешали хорошо сделали ее цветной заматываем пакетик пищевую пленочку абсолютно не важно и оставляете при комнатной температуре но желательно на 4-6 часиков оставить в принципе она должна отлежаться можете оставить на ночь сейчас я показываю еще один способ замеса мастики уже цветная мастика будет вы видите я в лимонную вот эту кислоту добавляю водичку и сюда же добавляю краситель и так у меня полностью замес изначально будет зеленым все тоже самое растворила маршмеллоу в микроволновке и размешала ложечкой процедура все тоже самое добавляю теперь сахарную пудру и буду добавлять потом крахмал здесь я увидела что цвет для меня не очень насыщенный поэтому я добавляю сухой водорастворимый краситель вы видите я уже в растопленные мормышки добавила сухой водорастворимый краситель и добавила еще чуть-чуть водички вот так вот все легко и просто без каких-либо танцев с бубнами у нас все хорошо окрашивается и все красиво легко получается далее обычный процесс замеса все то же самое повторяется также хочу еще сказать что если вам нужно для каких-нибудь деталей достаточно интенсивный какой-то цвет вы берете мастику и уже вот этот кусочек мастики именно тот кусочек который вам нужен для работы небольшой уже когда у вас мастика отлежалась когда у вас мастика уже готова к работе уже хорошо она такая пришла в нужное состояние тогда вы ее можете окрасить более насыщенный цвет так мастика будет намного послушнее в работе и удобнее в работе она не будет рваться и она будет то есть той консистенции которая вам нужна если вы будете сразу вот при замесе мастику окрашивать сильно интенсивным цветом ну просто будет плохое качество мастики пожалуйста прислушайтесь к этому и у как бы потом многие люди пишут например по мастике из на которой на желатине у меня есть что она у них не получилось мастика на желатине у меня тоже рецепт есть на канале ссылочка вверху и вначале говорила очень удачный рецепт но опять же если ее окрашивать изначально большим количеством красителя она теряет свою структуру она потом получается такой рыхлой и нет у нее вот этой эластичности это из-за того что много красителя вот добавлено если все сделано правильно по рецепту мастика будет очень эластичной очень удобная в работе и абсолютно никаких проблем с ней не будет вы видите процесс замеса я сейчас показала все ничего не вырезала вот чтобы мастика не липла к рукам смазываю руки растительным маслом или же сливочным повторяюсь для того чтобы вам было удобнее просто работать и вымешивать если вы вымешиваете замешиваете мастику в кухонном комбане понятно что там не нужно будет добавлять столько растительного масла потому что в венчики они хорошо и так вы мешают ваш мастику липнуть не будут если вот вы замешиваете руками понадобится растительное масло сейчас совсем чуть-чуть я уже добавляю сахарную пудру чтобы просто сформировать это все дело в кучку опять же хочу отметить что если у вас мормышки разогреты сильнее ну то есть они могут быть и вот просто подняться и быть теплыми а могут быть такими хорошо горячими вот если у вас мормышки вы в микроволновке разогреете мормышки до такого горячего состояния то пудру вас будет уходить больше поэтому если вы перегрели свои мормышки оставьте минут на пять при вот просто на столе чтобы они чуть остыли перед тем как вводить сахарную пудру и крахмал не нужно будет подмешивать и добавлять не сахарной пудры не крахмала в таком случае у меня мастика отлежалась отлежалась у меня на 6 часов я замес делала утром и потом вечером я делала декор тортик эту мастику я делала для декора тортика свинка пепа вот вы все прекрасно видите консистенция мастики мастика сейчас у меня вот зеленая я специально решила сейчас не резать зеленую мастика вот так вот разломать чтобы вы увидели какой она консистенции для того чтобы она была пластичная нужно конечно вымешивать синюю мастику я разрезала вы видите какой срез она очень хорошо режется она вот такая красивая однородная внутри как зефир вроде разрезаны она очень вкусная такая кисло сладенькая она пружинит но для того чтобы ее хорошо и удобно было раскатать и не очень как бы руки себе утруждать и вот в мастику кусок который вам нужно вы берете в пакетик завернули и в микроволновку секунд на 8-10 максимум и она потом будет более податливая хорошо у вас раскатается вот такая вот мастика зеленая и он можно вот ну и нужно перед работой хорошо разминать она хорошо разминается она хорошо себя ведет не липнет к рукам сейчас мастика вот раскатается и будет очень удобно и для работы и для того чтобы обтягивать торт или лепите какие-то определенные фигурки то есть она очень очень тоненькая и очень очень такая эластичная вы видите я катаю без подпыла без какой-либо посыпочки под мастику она очень хорошо выкатывается очень хорошо снимается с коврика надеюсь видео было вам полезно обязательно смотрите мои видео в следующем видео я буду декорировать торт этой мастикой пока пока до новых встреч